Ремонт клуба села Прогресс будет закончен до 1 апреля. Об этом стало известно на встречу жителей с главой города. В какую у вас палату – зеленую или оранжевую? Такой выбор в Хостинской больнице стал возможен благодаря меценатам. Бой с тенью представят спортсмены из шести субъектов страны. В Сочи стартовало фирменство Южного федерального округа по УШУ. А в Хостинском районе Сочи в селе Прогресс состоялся сход граждан. Его провел глава города Анатолий Пахомов. Изначально встреча должна была состояться в отремонтированном местном клубе, но разговор с селянами пришлось провести в коридоре школы. Как выяснил на месте глава города, сроки ремонта клуба затянулись и бюджетные средства в полном объеме еще не освоены. Завтра ко мне начальник управления, вы, она, тут же не надо, но разберемся по ситуации, потому что я не могу еще раз говорить. Вот что бы я не хотел сделать, если у нас везде будет такое отношение к делу, то мы ничего не сделаем. Сельская школа тоже требует принятия кардинальных решений. Детей с каждым годом становится больше, а дополнительных классов нет. Но школа растет, детей прибавляется. В этом году у нас в учебном мы три первых класса набрали, на следующий год у нас тоже будет не меньше, чем три класса. Естественно, у нас занятия проходят две смены, что очень сложно для нашей местности. У нас нет спортивного зала, у нас нет актового зала. Нам бы хотелось попросить, чтобы какую-то программу нас включили для строительства второй очереди нашей школы. Глава города взял вопрос под свой личный контроль. Конечно, одной спортплощадки около школы недостаточно, хотя и она никогда не пустует. Сюда приходит играть мальчишки даже из ближних сел. Ребятам нужен и крытый спортзал, да и сельский клуб должен использоваться по назначению, отметил глава курорта. Если нет в школе актового зала, почему не проводить все общешкольные мероприятия в клубе? Просили люди также решить вопрос водослабжения и освещения небольшого участка на окраине села. У меня вопрос по уличному освещению. Улица Харчики, она. Три лампочки горят, дальше дом расстает и ни одна не горит. Анатолий Пахомов незамедлительно дал поручение в вопросах электроэнергии навести порядок. В свою очередь глава города попросил людей серьезно отнестись к проблеме канализования села. Город этой темой занимается уже три года. И от своевременной установки лоса в домах зависит экология курорта. Я почему строго к этому отношусь? Потому что на самом деле это здоровье. И хотите, либо не хотите, значит, вам надо будет в обязательном порядке это сделать. И буквально завтра комиссия с водоканалом, с Игорем Николаевичем под его руководством, это уже требование мое, не совместители ваши, не ваш глава, который обманывает, а вы лично пойдете по каждому двору и мне потом информацию принесете четкую, которую я прошу. В селе проживает более двух тысяч человек. Первые поселенцы тут появились 150 лет тому назад, переселяются из мегаполисов и сейчас. Людей привлекает созданная инфраструктура. Очень нам повезло, что Олимпиада была в городе и по олимпийской программе дорога в прекрасном состоянии, село все полностью газифицированное, электроснабжение улучшили. Такие исходы граждан, по мнению главы города, необходимы. Все болевые точки села удается обсудить с людьми и принять определенные решения. Одно уже принято. Ремонт в клубе будет закончен до 1 апреля. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Каким будет год экологии в Сочи? Этот вопрос обсудили на расширенном заседании комитета по санаторно-курортному делу, туризму и экологии городского собрания. В нем приняли участие, помимо депутатов, представители администрации курорта и общественности. Программа на год экологии в Сочи разработана. Она предполагает решение самых острых для курорта экологических проблем. И первая связана с незаконным сбросом канализационных вод в ливневке, ручье, реке и море. Работа в этом направлении ведется уже не первый год. Из 18 тысяч объектов, которые были замечены в нечистоплотности, осталось только 2 тысячи. Остальные либо подключились к централизованной канализации, либо установили лосы. Городская администрация, в свою очередь, одно за другим запускает очистные сооружения. На очереди ЛАО и Кудепста. Да и Бзугинские очистные должны заработать на полную мощность. Необходимо до конца решить проблему, связанную с утилизацией твердых бытовых отходов. В этом поможет новый мусоросортировочный завод, на строительство которого при положительном решении будут выделены средства из федерального бюджета. Правительство Российской Федерации предусмотрело программу на 5 мусороперерабатывающих заводов. Это завод в городе Казань и 4 завода, которые планировались построить подмосковье. Мы ждем буквально со дня на день, когда город Сочи будет включен. Строительство завода будет вестись по самой экологически чистой технологии, самой распространенной в Европе. Однако без одобрения сочинцев этот проект реализован быть не может, отметил глава Сочи. И поручил представителям экологической общественности тщательно проработать этот вопрос. Включиться горожанам необходимо и в реализацию других инициатив. Например, благоустройство горы благодать в микрорайоне Бытха. Может быть развитие таких... Там есть и экологическая тропа, и там очень хороший лесопарк. Это большой микрорайон. И в принципе, конечно, его бы очень желательно благоустроить. Потому что там есть и видовые площадки. Он достаточно большой. Там есть такие урочища, которые представляют большой эстетический интерес. Также в 2017 году планируется заложить два парка. Но за это дело уже возьмется городская администрация. Один будет открыт в честь 80-летнего юбилея Краснодарского края. Второй – в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре этого года. Продолжится работа по кадастрированию зеленых зон, которая позволит их сохранить в первозданном виде. Ведется также борьба с насекомыми-вредителями. Ольга Десятва, телекомпания ФКТ. В Сочи проходят рейды по проверке санитарного состояния улиц. Коммунальщики утверждают, горы мусора начинают расти с наступлением темноты. Этикетки от продуктов, картон, пластиковые упаковки. Под покровом темноты сотрудники торговых предприятий начинают избавляться от отходов производства. Каждый день после восьми вечера в самом центре курорта растут стихийные свалки. Только за один вечер комиссия обнаружила пять мест скопления мусора. В рейде участвовали представители администрации, полицейские, казаки, всего около 50 человек. Они разделились на несколько групп и обследовали так называемый центральный квадрат. Это улицы Парковая, Горького, Конституции и Московская. Именно здесь несколько месяцев назад мусорные контейнеры убрали с проезжей части и перенесли на придомовые территории. О проекте переноса контейнеров начали говорить еще в ноябре прошлого года. В мэрии провели несколько совещаний с обслуживающими организациями и председателями домкомов. Они проинформировали о новшестве жильцов. Раз контейнерной площадки нет на улице, значит, где ее можно установить? Значит, надо будет у себя во дворе, как было предложено Департамент городского хозяйства, установить контейнер. То есть один многоквартирный дом, один, ну, грубо говоря, один контейнер. Мусорные контейнеры на центральных улицах затрудняли движение транспорта и портили облик курорта. Кроме этого, их активно использовали предприниматели, не желающие заключать договоры со спецавтохозяйством на вывоз отходов. Бизнесмены экономили, оплатили за них жители микрорайона. Теперь контейнеры убрали и торговцы выбрасывают свои отходы прямо на тротуар. Для того, чтобы у нас было чисто, аккуратно и хорошо, необходимо первое, заключить договоры со спецавтохозяйством и взять у них пакеты с логотипом спецавтохозяйства, которые стоят 100 рублей. И вечером в 9 часов их выставлять вот сюда на эту улицу и будет машина проходить и забирать. Итог рейда – 7 административных протоколов. Штрафы за вывоз мусора для организации могут достигать 50 тысяч рублей. Вечерние обходы будут проходить ежедневно. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ. Продолжаем. В Сочи на зебре сбит подросток. ДТП произошло накануне в Адлере на улице Ромашек. По предварительным данным, 43-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», наехал на пешехода, который переходил дорогу по зебре. 17-летний пешеход был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. В третьей городской больнице в Хосте идет поэтапный ремонт. Сегодня там, по инициативе сочинских единороссов, продолжают обновлять палаты в терапевтическом отделении. Современный ремонт делают благодаря помощи меценатов. Его качество сегодня оценил глава города Анатолий Пахомов. Расскажет Ольга Десятого. Городская больница номер 3 в Хосте два года назад отметила полувековой юбилей. К 50-летию здесь провели капитальный ремонт приемного отделения. Обновили и травматологическое крыло. Теперь дело за отделением терапевтическим. Здесь основные пациенты – пожилые люди. Сегодня они лечатся вот в таких условиях – свежеотремонтированных палатах. Как продвигается ремонт, оценил глава Сочи Анатолий Пахомов. Не с приятными условиями были, но сделали так, как для людей, чтобы как дома чувствовали себя. Пять местных бизнесменов помогли отремонтировать четыре палаты в отделении терапии. Теперь в комнатах не только яркие стены и новый пол. Душ и туалет прямо в палате – все для удобства и быстрого выздоровления. Уже в столовой больнице Анатолий Пахомов рассказывает, что ремонт будет проходить в несколько этапов. Главная задача – он не должен мешать ежедневной работе лечебного учреждения. Анатолий Пахомов прошел по палатам в других отделениях и пообщался с пациентами. В целом, они довольны тем, как работает больница. А лечение? Лечение. Очень внимательные врачи, медсестры и нянечки. Без комсомонов убирают, укульчики ставят. В Хостинской больнице сегодня оказывают всю необходимую помощь и проводят высокотехнологичные операции. Но в ближайшее время здесь появится и новое оборудование. Буквально в этом году мы будем закупать новое медицинское оборудование. Я вчера как раз был в Минздраве Краснодарского края, где подтвердили всю нашу заявку. И операционный, реанимационное отделение, та же травматологическое отделение будет оснащено новым оборудованием, современным, что позволит нам более уже на высоком уровне оказывать медицинскую помощь. Но по-прежнему проблемным остается вопрос заработных плат. Анатолий Пахомов в разговоре с персоналом и главврачом отмечает, зарплаты повышать просто необходимо. Только так можно удержать ценных сотрудников на рабочих местах. Увеличение зарплат медперсоналу, утверждает главный врач, планируется уже в ближайшие два месяца. Анатолий Пахомов пообещал лично за этим проследить. 60 журналистов из 7 школ Лазаревского района. В рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы в поселке Дагомы стартовал первый район и слет юных корреспондентов «Живое перо». В актовом зале 82-й школы кипит работа. Здесь собрались те, кто ежедневно следит за новостями своего учебного заведения и рассказывает о них на страницах школьной газеты. Этим мальчишкам и девчонкам не больше 12 лет, но несмотря на свой юный возраст, они проделали большую работу. Сегодня плоды своего творчества ребята представили на первом слете юных корреспондентов «Живое перо». Ну, целью здесь, наверное, уже понятно, что является. То есть это творческая самореализация детей и подростков. И, конечно, мы планируем в каждой школе вовлечение каждого школьника в школьные пресс-центры. Аня Воронцова, 11 лет, три года из них, она работает корреспондентом в школьной газете «Дага Вест». Пишет интересные заметки и статьи. Девочка настолько увлеклась любимым делом, что будущую свою профессию планируют связать с журналистикой. Я очень люблю журналистику, потому что мне интересно брать интервью, рассказывать о чем-то, писать статьи, делать интересные фотографии, украшать газету. Всем этим мы занимаемся вместе. Программа слета была насыщенной. Юные акулы-пера соревновались в написании коротких заметок, учились правильно брать интервью. Гвозьем программы стало создание стен газеты. По мнению жюри, ребята ответственно подошли к делу. Очень активно ребята готовились к мероприятию. Это показал даже конкурс приветствия. Вы видели, какие команды хорошо были готовы. В том числе были включены музыкальные, хореографические номера. Ну и второй конкурс, новость одной страху мы прочитали. Тоже очень интересные новости ребята подготовили. В завершении слета победители получили дипломы и ценные призы. По словам организаторов, такого рода мероприятия в Сочи будут проходить регулярно. Здесь ребята не только демонстрируют свои достижения в области печатной журналистики, но и обмениваются опытом. Елена Авсецина, телекомпания «ФКТ». Сборная команда России по ски альпинизму Центрального спортивного клуба армии приступила к тренировкам на склонах «Розы Хутор» в Красной Поляне. Спортсмены и военнослужащие готовятся к началу зимних всемирных военных игр. Соревнования пройдут с 22 по 28 февраля. На них приедут участники из 20 стран мира. Рядовые и прапорщики по совместительству мастера спорта. Сборная России по ски альпинизму в Сочи не в первый раз. Горный кластер курорта признают одной из лучших спортивных площадок. Третьи всемирные военные игры, которые стартуют уже через две недели, стали большой мотивацией для усовершенствования собственных и без того неплохих результатов. Самая высота, которая была, это 4000 с лишним. Хотелось бы, конечно, на «Лебрус». Очень хочется. Ставлю перед собой такую цель. В этом году будут соревнования также на «Лебрусе», будет забег на «Лебрус». Будем стараться, будем акклиматизироваться, будем пробовать все-таки на вершину. Тренируемся как бы мы уже с самого начала лета интенсивно. Сейчас вот готовимся, готовимся, но сейчас вот сидим на загрузке такой, нормальные объемы делаем, дня три еще. Потом начнем уже скоростить и все, и подводиться уже к старту. Ски альпинизм – достаточно молодой вид спорта в России. Члены сборной – это в первую очередь лыжники, которые пошли дальше. Средний возраст членов команды – 25 лет. Спортсмены младше просто не могут обладать достаточной выносливостью. Пройти трассу без специального спортивного инвентаря невозможно. Помимо лыж и палок, ски альпинисты несут с собой еще и массу снаряжения – общим весом до 15 килограммов. На гонку обязательно снаряжение – это лавинное снаряжение, там лавинный щуп, лавинный датчик и лопата. Вот это из обязательного снаряжения, оно находится все в рюкзаке. На тренировку сборная по ски альпинизму из Центрального спортивного клуба армии приехала сейчас не случайно. Нужно познакомиться с трассой, изучить рельеф и привыкнуть к климату. Сегодня отрабатывают технику. Помимо лыжных приемов, спортсмены каждый день бегают в марафон. Шесть человек – это те, кто побежит в личном забеге. В командном соревновании четверо армейцев. Каждый из ребят – это выдающаяся личность. Они фанаты своего дела. Их не надо заставлять тренироваться. Они сами все выполняют, стараются, делают. Они выполняют сумасшедшие объемы тренировок, несопоставимые даже с теми объемами, которые обычные спортсмены делают. Кроме ски альпинизма на военных играх будет еще шесть видов спорта, такие как биатлон, лыжные гонки. Скоро в Сочи съедутся тысячи участников игр из 20 стран. Разыграны будут 44 комплекта наград в командных и личных соревнованиях. Вооруженных сил России самый крепкий, настоящий боевой дух, который сломить невозможно. Но спортсмены военнослужащие, они всегда были, есть и будут лицом не только армейского спорта, но и всех вооруженных сил, а в данном случае всей страны. Организаторы готовятся к торжественному открытию очередных для Сочи спортивных соревнований мировоззрений. В то время как сборная России усиливает тренировки. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи на базе комплекса Югспорт стартовали чемпионаты первенства Южного федерального округа по традиционному и спортивному УШУ. Выступают спортсмены из шести субъектов. Это Ростовская область, Крым, Севастополь, Республика Северная Осетия, Волгоградская область и три команды из Краснодарского края. Сегодня УШУ – это современный вид спорта, развившийся в ходе эволюции традиционных форум боевых искусств Китая. В основе лежат приемы шаолиньского кулачного боя, фехтования, различные виды традиционной акробатики и дыхательной гимнастики. Более 150 спортсменов в рамках первенства и чемпионата Южного федерального округа будут состязаться в различных направлениях УШУ. Несмотря на то, что УШУ не олимпийский вид на данный момент, но тем не менее он становится все более популярным и популярным в России. Вообще российская команда считается одной из сильнейших в мире. Мы единственное выступаем только китайцам, надо начальникам этого вида. В нашей стране в последние годы все больше и больше появляется новых лиц, которые становятся чемпионом мира по УШУ. Почти два года Владислав осваивает стили и разновидности древнего боевого искусства и точно знает, что нужно, чтобы добиться успеха. Я хочу двигаться дальше, хочу большего. Нужно долго и упорно тренироваться, не отбрасывая это в сторону и говоря, что да потом это выучу. У воспитанницы сочинской школы, призера России и многократной чемпионки ЮФО Нуршараф Магомедовой за семь лет работы в арсенале собрано немало стилей УШУ. На победу спортсменка рассчитывает и на этих соревнованиях. Пришла на одно занятие и поняла, что мне вообще нравится он очень красивый, во-первых, во-вторых, это боевой вид искусства, это бой с тенью. Как бы вы представляете перед собой нескольких противников и как бы по всему ковру, который у нас есть, вы с каждым расправляетесь. Красивые формы УШУ Таулу это достаточно зрелищно. Для их выполнения необходима сила, концентрация, гибкость. Это демонстрационная техника, когда спортсмен выходит на площадку и показывает специфическую тактику ведения боя без противника. Сочинская школа в этом направлении сегодня успешно развивается. Наша команда является лидером не только юга России. Мы в том году привезли 12 медалей с чемпионата России, из которых было 4 золотые медали. Один спортсмен попал в сборную России, выступал на чемпионате Европы. У нас в мае будет переденство Европы по традиционным видам УШУ в Тбилиси, поэтому мы готовимся к этим соревнованиям. Итоги чемпионата и первенства по УШУ подведут в воскресенье после выступлений участников во всех заявленных видах. Для желающих оценить мастерство спортсменов лично вход свободный. Рината Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочи примет лично командный чемпионат России по настольному теннису. Турнир пройдет с 12 по 18 февраля в Федеральном центре единоборств Югспорт. Сборные из 16 регионов России разыграют медали командного чемпионата. В прошлом году здесь же успех сопутствовал мужской команде Татарстана. В женском командном турнире команда Москвы постарается завоевать третий подряд чемпионский титул. Теннисисты из 28 регионов России примут участие в личном турнире. В Сочи соберутся лучшие спортсмены страны во главе с лидерами европейского настольного тенниса, лидерами мужской и женской национальных сборных Александром Шибаевым и Полиной Михайловой, а также бронзовые призеры молодежного первенства Европы, только что завершившегося в Сочи, Мария Тайлакова и Екатерина Гусева. А защищать титулы чемпионов в одиночных разрядах будут члены сборной России Михаил Пайков и Юлия Прохорова, сообщает пресс-служба Югспорта. Всем самого доброго!